Добрый день дорогие друзья! Шауатов, Рошхо-де-Штов Сегодня у нас вечером новый месяц называется Шват И наша недельная глава называется Бо Иди Всевышний говорит Моше иди к фараону Это у нас будет восьмая казнь У фараона и всего Египта есть надежда Всевышний говорит Что градом был уничтожен ячмень Который уже колосился И лен, который был в стеблях Было все уничтожено Казалось бы урожая нет Но у египтяна осталась надежда Еще из земли не вышла пшеница И не вышла полба А полба это дикая пшеница То есть Они надеются на этот урожай Который созревает позже Думают, ну убил град Это будет иругое Что дальше происходит Дальше происходит Что Всевышний говорит Моше Передай фараону Что наведу саранчу в твои пределы Она поживет все что осталось Все что оставил град И как ни странно Египтяне этому обрадовались Потому что саранча Это же еда И египтяне подумали Если будет саранча То ей можно запастись Закатать ее Солью в бочки И все И вообще не будем голодать И тут начинается что-то невероятное Это саранча была необычная Это была настоящая военная саранча Если мы берем медраж То она убивала египтян У нее были клыки как у льва И туловище как у змеи То есть это было какое-то бедствие невероятное Она зажрала все что возможно Ничего не осталось Ни травинки Ничего Ни какого урожая Ни какой пшеницы Ни какой полбы Ничего Египтяне естественно сражались Она их убивала Но они сражались и убивали эту саранчу И действительно они ее запаслись Закатали ее в бочки В общем они что-то хорошее из змеи извлекли Но у нас такой пример есть Что когда дикие звери напали После того как эта казнь закончилась То исчезли все дикие звери Не осталось из них ни одного То есть здесь То же самое Написано что Всевышний унес Саранчу И сбросил ее в море Суф И не осталось ни одной саранчи Во всей стране египетской Не только Живой саранчи Но и ту что египтяне успели Закатать в бочки Ту что засолить успели Все исчезло У них не осталось ничего То есть египет был полностью поражен этим бедствием Если мы берем Даже обычную саранчу Которая бывает и в наше время То равен как Зитбер в благосленной памяти Говорит Когда он жил в Средней Азии Напала саранча И он говорит Просто от урожая Ничего не осталось Но если мы берем Наше время То Трудно себе представить Что от голода все погибнут Потому что Есть какие-то средства Поезда Самолеты Что можно привезти Из другой страны Какую-то еду Что-то сделать То там Чтобы Накормить Такую огромную страну Это Месяцами караван должен идти Откуда-то Это в общем Это Это бедствие невероятное Это трудно себе даже представить Что интересно Как эта саранча устроена Документальный фильм Видел про саранчу Она идет Люди защищаться пытаются Но ее там миллионы Там Никак не спасет С никакими химикатами И люди Поджигают какую-то посадку Чтобы она через нее не перешла И еще посадка не успела догореть Уже горит Что-то дымится Все Эта саранча бросается На эти горящие ветки С собой И погибает Своями целыми И по той Мертвой саранче Живая саранча Переходит И идет дальше И уничтожает все дальше То есть Она какую-то команду Получает невероятную Ей ничего не страшно Она свою жизнь Задает Очень просто Но Свою задачу Уничтожить урожай Она это делает То есть Она так устроена Что трудно себе представить В природе Она не живет в стае На это отдельные кузнечики Которые спокойно себе Едя травку И нету их так много Но бывает какой-то момент Что они оживают Превращаются в невероятную стаю В какой-то год Они расплодятся В невероятных количествах И тогда спасения От них нет Еще интересно Я слышал Что она поднимается На высоту полета До двух тысяч метров А выше нет И вот Она шла Из Средней Азии Дошла до гор После которых идет Китай И Не могла перейти горы Она пошла в обход гор Но у нее Срок жизни небольшой И она В какое-то расстояние прошла И она вся вымерла Но она успела Отложить личинки Там как она размножается Яйцами И после этого Когда новая саранча Родилась с этих яиц Она пошла дальше И эта стая Обошла гору И напала на Китай И съела урожай То есть Настолько она организована Настолько это страшное бедствие То есть Даже взять Если на Египет Напала Не такая саранча Которая пишется в Торе Что пишется Что не было Такого саранчи Нашествия на Египет И больше такого не будет Так пишет Тора Что это Явно невероятная Саранча была После этой казни Следующая казнь Называется Три дня тьмы Египетской Что это такое? Сгустилась тьма И египтян Всевышний Закатал эту тьму Как в бетон Была осязаемая тьма Что ее можно потрогать Она твердая Что египтяне Кто стоял Остался стоять Кто сидел Остался сидеть Никто не мог Двинуться И так они умирали А у сынов Израиля Был свет Жилища Солнце не светит Луна не светит Свет у нас был И мы могли Свободно перемещаться И Мы могли идти И смотреть Что Египтян лежит Ворвать нельзя Ничего мы Не трогали Но потом Когда Нам Всевышний скажет Уходить Что мы должны Взять с собой Вещи серебряные Золотые Взять у Египтян Должить То мы Должны были Прийти им И сказать Дайте Если скажут Что нет Вот У вас В таком то месте Лежит Мы это видели Когда была Эта тьма Мало того Что Те люди Которые не хотели Уходить из Египта Тоже умирали Умирали Евреи тоже И мы их хоронили Чтобы египтяне Этого не видели А где у нас В Торе Есть такое место Что Тьма осязаема Написано Во второй день творения В книге Брешит Что Всевышний Оделил воду От воды И получилось Пространство Назвали это Пространство Небом Всевышний Назвал его Небом Так вот Если правильно Перевести Это слово Которое наши Мудрецы переводят Как пространство Правильный перевод Это слово Твердь То есть Пространство Было твердым На трудности Просто это представить Поэтому Мудрецы Берут Перевод Который нам Более понятен Так вот Вот такая ответ была А какой свет нам светил Если солнце Луна и звезды Не светят То в первый день творения Написано Сказ все силы Да будет свет И стал свет Что это свет У нас уже в четвертый день творения Будет солнце Луна и звезды Что же за свет У нас в первый день творения То нашу мудрец Это свет Это свет Который будет светить Праведникам В будущем мире И вот этот свет Видно частичку Всевышний нам дал Что мы в Египте Не страдали Во время трех дней Итмы езипетской Вот так вот А на сегодня Наш урок заканчивается Урок был дан За поднятие души Игорь Бен Грев Берта Бат Исраэль Павел Бен Ефим Самый Бан Герш В памяти Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель Яков Бен Ахум Владимир Бен Григорий За здоровье Светлана Бат Лара Шимон Бен Исхак Борис Бен Мария Анна Бат Ривка Полина Перв Бат Соня Сура Лена Бат Лара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Ефим Бен Эстер Двора Бат Мириам Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йосиф Дан Бен Цара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мира Фейга Бат Берта Ася Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Леон Бен Крлара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бат Сара Ида Бен Хая Авива Ефим Бен Соня Моя Бат Фаина Лисей Бен Ольга Мазал Борзас Гуэла Ирина Батури Ароны Ребен Ури За хорошую дух Харон Ребен Твойра Низ Бен Ахум Авигаль Бат Сара Хана Бат Аврагам Рафаэль Эрилей Бен Лариса Парасай Брюк Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Вен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Парасакова Намазал то Что мы это время Не грешили Учили Тору Всем желаю Крепчайшего здоровья И пусть скоро Закончится Эта страшная война И до следующих встреч Рошход де Што Ша Лом